Всем привет! Попробуем в этом году снять последний в этом году ролик потому что до начала рабочего дня осталось немного и можем не успеть просто по времени Итак, Хиллит Пакард По заявлению клиента весь кучу, тысячу, миллион раз упаданный и уроненный Модель у него G72364ER Не знаю, что с ним, ничего не включал, вчера только принял и убежал домой Давайте включим питалочку Потребление Оп, было Сначала было потребление Вот Что-то есть И сразу Уходит Так, давайте его откроем, посмотрим Что там после падения-то произошло Модель классическая По разборке тоже На всякий случай еще раз повторяем Здесь один винт откручивается Игрышка съезжает Жесткий диск висит на шлейфе В данных моделях Его лучше сразу убрать, чтобы он не вывлился и не надорвал шлейфик Отключаем Wi-Fi И снимаем платку Потому что она крепится в том числе и к корпусу Она не даст вынуть плату Здесь Разборка такая же То есть, сначала снимаем Откручиваем все винты на днище Чтобы поднять топки сверху То есть, это такой Самый часто встречающийся конструктив Все, что видим Клавиатурные вот тут винты Здесь вот рисуночек клавиатурки Привод Вот рисуночек привода Опять же, не забываем Что под приводом могут встречаться винты Ну, здесь их нет Поэтому Здесь все оторвано Все крепления Поэтому Шторка вообще не держится Что-то там все-таки зацепляется Но Поехали даже Но ни одного Крепления нету Все оторвано Здесь все наполовину проворачивает Только не прижмешь Да, корпус ушатым Несомненно Быстро-быстро все винты Ну, вроде все Ну что, мы Сильно тянуть не будем На всякий случай я Прижимаю Стараюсь прижимать Топ-кейс Вот в районе матрицы Потому что Сейчас мы Все винты-то открутили И если Крепление Петель сломано То они начинают рвать корпус Как сейчас Вот видите Даже Не удержать Все равно все рвется Клиник еще попросил посмотреть Можно ли что-то сделать в корпусе Сейчас посмотрим Так, ну вот шлейф Питание кнопки Отключен Но у нас все равно не включился Может быть он отключился Когда Вот Поднимается Топ-кейс Из-за сломанной матрицы Из-за сломанного крепления Может он В этот момент и отщелкнулся Придерживаем крышку Неизвестно когда она у нас тут отвалится Самый классический конструктив Винты снизу Винты под клавиатурой И топ-кейс поднимаем вверх И там уже что-то проворачивает И вот как раз этот винт Который проворачивает Не дает нам снять топ-кейс О, весь пластик полетел Да Там оторвана шпилька в которую он вкручен И поэтому она держит материнскую плату Прикрученную к топ-кейсу Вот такая жесть По корпусу он действительно Пока он был скручен Он еще хоть как-то держался Вот, весь Развалился Отключаем все шлейфы Нам сейчас главное достать материнскую плату Пока ее ничто не повредило С этими железками Вот этими вырванными петлями Вот Вот это вот все Держало Топ-кейс Все вырвано Все оторвано Да, корпус ушатым Здесь действительно все оторвано Петли очень тугие Потом я посмотрю Можно ли их ослабить И уже Если их можно ослабить То имеет смысл их крепить Вот эту петлю клеить Если петли нельзя ослабить То Только менять Потому что Они уже слишком тугие Вот это все тоже приклеим Там где оно было Чтобы Топ-кейс держался В корыту Хорошо Но это пока Сейчас Сейчас Выясним Что у нас вообще с ноутбуком Достаем петалочку Это можно так прикрыть И кнопку Колонки Тут вывалились А, потому что они оторваны Вот Крепление колонки Петелька И как-то вот так Она была закреплена Видимо Все это тоже можно склеить Да Это, наверное Это, наверное, тренировалась наша сборная по футболу Не важно, что пинать Вот они на ноутбуке пинают После таких Корпусов Когда материнскую плату там, не пойми как болтает Сначала внешний осмотр Сразу же я вот, когда разбирал Я уже увидел, что Вот это вот крепление Вот оно смещено Сейчас мы его поправим Пока она совсем не вылетела Или не сломалась Сейчас я быстро гляну в базу, что с ним было Что заявлено При неисправности Пока внешний осмотр Не включается много падл Вот так написано Но не включаться он мог из-за того, что шлейф у него был Кнопки вынут Вот, кстати, еще один винт Это тоже часть корпуса Хотя пока можно оставить, чтобы знать откуда Вот это крепление Ни с какого места в корпусе Так что я его приклею, когда Будем корпусом заниматься Давайте попробуем Что у нас тут происходило Так как шлейф кнопки у нас был вынут Может он за это уже не включался Дежурка 31 ампер 25 и 0 Дежурка падает Тем не менее ноутбук включился Потребление Там в районе ампера Включился кулер Сейчас зададим внешку И еще раз включим Лампочка загорелась Вот изображение Вот То есть ноутбук не включался, потому что он 500 раз упал И у него просто вылетел шлейф кнопки питания Так что весь ремонт здесь Сведется К ремонту корпуса Видео положу в раздел новичкам Потому что У меня В самом начале, когда была такая Азарт горел в глазах И жажда чего-нибудь отремонтировать Такие вещи иногда не замечались Так что Положу в раздел новичкам Чтобы внимательно смотрели Во время разборки ноутбука Какие-то вот Могут быть причины Также здесь еще вырвано Ноутбук упал Один из разов С воткнутыми наушниками Гнезда нет Его также С донора снимем И впаяем На этом пока все Это 50-й ролик на канале Закончим год с круглым числом Надеюсь в следующем году их будет не меньше Все, всех с Новым Годом!